Учили в школе мы, Шуры, барабанщики, и Шуры Басец, учились мы в одной школе. И как бы у меня возникла идея создавать, ну, создать именно группу. Мне, в принципе, с большим трудом, я не знаю, это достоинство собрать ребят, чтобы вот их хотя бы, чтобы я ходил и искал точки, мне не важно, чтобы пойти туда и играть, просто учиться. В конце концов, группа собралась, но это была группа, которая хотела научиться играть что-либо. Мы играли все, что угодно. Не важно что, мы просто что угодно играли. Я в то время вышел из восьмого класса и поступил в училище. И, естественно, у группы никакой конкретной темы реставрационной. До того у группы никакой совершенно где не было. Идея была одна. У группы это научиться играть, чтобы поручил учиться играть на что-то похожее. Твист какой-то играть на барабанах, Шуры Бас. А вот уже когда мы с Андреем свидетели, я же вижу, что как бы группа не может ничего делать без этого. Нужна какая-то принятия. Мы уже с ним придумали то, что мы хотим на самом деле. И увидели, что хотим сделать на самом деле. Конечно же, вся наша дружба началась в реставрационном училище. Потом у нас были долгие блуждания. Мы же не могли сразу заниматься музыкой, правильно? Нам нужно было где-то работать. Работали все вместе, зарабатывали на наши гитары. Сперва у нас были Уралы, какие-то Орфеи, понимаешь? Самые такие. Зарабатывали все вместе. Кто-то работал, кто-то не работал. Но друг на другу не злились. Нормально все было. Потом начались первые концерты в клубе Там-Там. Известный, да? Здесь известный. В Питере он, конечно, много значил для... Для... Уж слишком, так сказать, неформальной публики. По некоторым причинам он полетел. Его оттуда тюхнули. Вот сейчас там какой-то другой. С Там-Тама двигались в другие клубы. Гора, полигон. Тоже они уже сейчас все... Недалеко не все существуют. Вот потом дошли до ДК. Для нас это было событие. В итоге в Питере потом стал юбилейный. Дворец спорта юбилейный. 8-10 тысяч. Вот. И вот... Для группы... Для солью там там что-то? Для сольного. Сольный концерт. Нет, все остальное это, конечно... Не, фестиваль это весело. Сольный концерт это важно. Существует, например, мнение такое, что был лирический панк, а был жесткий панк. Это лоховское мнение. Это лоховское мнение. Правильно. Потому что есть просто панк. Нет. Есть хорошая музыка, есть плохая музыка. А уж там панк, это постпанк, необит, там, необит, еще какая-нибудь ерунда. Это уже журналисты придумывают, чтобы зарабатывать бабки. Мы никогда не любили называть вещи своими именами. Всегда хотелось просто оставать это дело загадкой. Не то, что загадкой, а вот, не знаю, как-то вот подразделяться, кричать, что я такой-то или такой-то. Я могу сказать, что нашу группу подразделяют как панк-группу. Я бы не сказал, что люди в этом ошибаются. У каждого свое понятие, у каждого свое мнение по этому поводу. У нас была тамтамовская публика. Многие из них считают, что, конечно же, Король и Шут не панк, и они попсели. Многие считают, что Король и Шут это панк-группа. На самом деле тут мнения могут быть противоречивы. Но мы-то знаем, что с нами было, как мы ко всему шли, что мы делаем, по большому счету. Изначально песни, песни, музыкальная энергетика, сцена, вся эта тема. Образ жизни у нас тоже нормальный. Имеется в виду, нормальный не в том плане, что нормальный, понимаешь? А нормальный то, что нам нравится это все. Ну да. У вас свобода существует все-таки для творчества. То есть вы независимы, например, от каких-то там коммерческих раскладов? Не, не любим, ты понимаешь, даже очень много у нас в этой теме такого своего рода протеста. Но об этом мы уже будем говорить позже, когда нас здесь в Киеве будут знать больше. У нас есть, конечно, своя... Я не буду это называть идеологией, я буду называть просто тенденцией к чему-то. Да, мы обо всем этом оповестим в дальнейшем всех наших слушателей. В основном, конечно, сказочная идея, она соприкасается с реальной жизнью. Нет, конечно, никакой политической направленности. Сразу поясню, ее нету. Это все пурга. Ну, на самом деле... Общение с живой публикой, тонус. Когда человека можно развеселить, понимаешь, зарядить его положительной энергией, понимаешь? Хотя очень часто мы изображаем из себя, будем так говорить, отрицательных героев. Понимаешь? Это все равно... Ну, это как театр. Вообще, мы разрабатываем такой панк-театр, понимаешь? Вы скрипку сразу взяли? Ну, это как бы... С одной стороны, это как стечение обстоятельств. С другой стороны, хотели вообще брать второго гитариста. Второго гитариста, который бы играл, который бы играл мелодию. Именно в песнях, ну, у нас же очень много жесткости, все дела, там, гитара вся. Вот. А мелодию-то тоже нужно проигрывать, правильно? Вот. А потом получилось так, что мы поняли, что скрипочка очень хорошо подходит в нашу музыку. Есть вторая гитара? Да, действительно, она как с акустическим альбомом вошла в нашу музыку. Потом мы решили попробовать ее уже в нашей, как бы, в нашем жестком стиле, в каком мы чаще занимаемся. Сейчас он закончил. Вот. И взяли Машу. И Маша теперь постоянно у нас играет на скрипочке. Могу тебе сказать, что самое неинтересное – это репетиция. Студия, концерт – это самое интересное. То есть это разные вещи, поэтому как-то ты себя сразу... Не, ну как разное. Это, в принципе, все одно и то же, только в студии записываешь, то есть делаешь что-то такое конкретное, что потом будешь показывать. Концептуальное. Концерт – это голая энергия, это вот, то есть как бы ищешь какого-то взаимопонимания с публикой, обмен, то есть тоже какая-то такая фишка. Вот. Репетиция – это такое немножко иногда давящая фишка, там запары, там вот эти все дела. То есть, естественно, самое неинтересное, но репетиция – это как работа, все остальное – это как выход силы. Все-таки у вас присутствует влияние народные русские. Именно народные. Ну, народные распеевые, там, может, так распевывание, очень похоже на английские распеевые, на самом деле. Это неважно. Допустим, распеевые кельтов очень похожи на распеевые славян, на самом деле. Это не граника в роли, что мы говорим, у нас какие-то распеевые другие. Мы играем песни, пускай, если говорить на том, что они народные, то это народные имеются в виду те, кто к нам ближе, на самом деле. Народы, которые к нам ближе – это немцы, кельты. Ну, приземлина. Европа, допустим, имеется в виду, все северные, столицы, государства. Вот эту музыку примерно мы играем. И нет такого понятия, что, значит, русский, что не русский. А что, наверное, что у них другая музыка, что ли? Ну, такая же музыка, как у нас, допустим. Не играть никакой роли совершенно. Я хочу сказать, что мы ни с кого мелодию не сдираем. Чужие идеи нам не интересны. В противном случае мы бы не существовали. Смотрите, какую я музыку-то играю на самом деле. Давай скажи. Скажи. Я играю панк-рок. Я всю жизнь буду играть панк-рок, но, имеется в виду, с помощью панк-рока, допустим, я провожу идеи «Король и шут», всеобщей нашей цели. Ну, через панк-рок. Для меня это очень важно. Моя музыка. Моя музыка.